привет в эфире программа breaking news и с вами я вел никольский мы знаем все о личной жизни звезд громких премьерах последних новинках из мира моды и главных светских мероприятиях хочешь быть в теме тогда поехали сегодня в программе вдохновляемся романтикой и солнцем в новой весенне-летней рекламной компании blue marine летние и очень морские рекламные кампании от часового бренда омега обзор кутюр на неделе моды в париже расскажем о лучших показах новая рекламная компания кельвин клянь в главных ролях самое известное теле семейства сша кино совет какую мистическую и загадочную картину стоит посмотреть на этой неделе в сети появился новый трейлер фильма том райдер лара крофт спойлер алисия викандер просто прекрасно почему марго робби может отказаться от съемок в новом проекте весна не за горами световой день становится длиннее а на улице все чаще выглядывает солнце так что январь месяц отличная пора для того чтобы изучить весенне-летние коллекции ведущих домов моды давайте начнем с кампейны итальянского бренда blue marine домашняя одежда как повседневная именно так можно кратко описать концепцию всей коллекции а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Часовой бренд Omega представил мини-фильмы, ставшие частью новой рекламной кампании Топ-модель Александр Амбросио отправилась в захватывающее морское путешествие А все для того, чтобы показать новую модель Omega Seamaster Aqua Terra во всей красе Субтитры создавал DimaTorzok За мужскую часть коллекции отвечает Эдди Редмейн Британский актер театра и кино, номинант лучших кинопремий и обладатель статуэтки «Оскар» В прошлом году он был выбран послом Omega На наш взгляд, со своей задачей актер справляется просто превосходно Субтитры создавал DimaTorzok В Париже в самом разгаре недели высокой моды Лучшие фэшн-журналисты, модные эксперты и иконы стиля буквально оккупировали столицу Франции Слушайте внимательно и не отвлекайтесь Прямо сейчас мы расскажем о самых ярких показах текущей недели моды Нельзя не сказать о показе Диор В новой кутюрной коллекции креативный директор модного дома Мария Грация Тьюри Вновь затронула тематику маскарада и величайших женщин в сфере искусства Но на этот раз это был не совсем маскарад, а скорее черно-белый сюрреалистический бал Главным источником вдохновения стали картины популярной художницы-авангардистки Леонор Финни Кстати, именно ее работы с подачи Кристиана Диора выставлялись в галерее, которую он открыл вместе со своим приятелем Еще до того, как стал величайшим кузюрье Сюрреалистическая черная-белая шашечка Это, пожалуй, центральный принт новой кутюрной коллекции А главный подиумный образ – идеально сидящий брючный костюм Метод деконструкции нашел воплощение в аксессуарах и платьях С под которых проглядывались чулки и нижнее белье Уже излюбленный прием Марии Грации Тьюри Не менее вдохновляющей оказалась новая кутюрная коллекция французского модного дома Скиапарелли Которую представил креативный директор бренда Бертран Гион Коллекция получилась легкой, воздушной, романтичной и даже мечтательной Что очень хорошо определяет эстетику модного дома Который был основан в начале прошлого века Центральной частью коллекции стали тонкие шифоновые платья с вышивкой и аппликациями А также образы со страусиными перьями Несмотря на то, что эта коллекция является кутюрной В ней прослеживаются детали повседневного стиля Белая рубашка, песочные брюки, жакеты и юбки в стиле пэтчворк Пончо Завершаем наш обзор новой кутюрной коллекцией итальянского модного дома Джамбатиста Валли Креативный директор остался вверен ДНК бренда Вновь особое внимание удивлено пышным платьям из тонкого шифона со множеством оборок Конечно, это не самый повседневный наряд, но зато это высокая мода в лучшем проявлении Основных цветов в коллекции три Белый, черный и розовый Есть интересные наряды, выполненные в пастельных оттенках И всего несколько образов в ярко-зеленом и цвете фуксия Видимо, предназначенных для самых смелых Раф Симмонс знает все о современных трендах и звездах И он безукоризненно разбирается в нюансах рекламных кампаний Более того, дизайнер продолжает мастерски использовать американскую тематику во всех проявлениях в своих коллекциях Наверное, именно поэтому на роль героинь новой рекламы Кервин Клайн он пригласил сестер Дженнер Кардашьян Представительниц самой популярной телесемии в США На официальном ютуб-канале и в инстаграм-аккаунте бренда появился видеоролик и снимки, которые стали частью кампейна Фотографом выступил Вилли Вандер Перри Он запечатлел звезд реалити-шоу в нижнем белье и одежде из денима Мы с сестрами постоянно общаемся друг с другом Определенно мы и есть современная американская семья А Кервин Клайн удалось воплотить в съемки дух Америки Прокомментировала съемку Кортни Кардашьян, которая сейчас находится в ожидании первенца Любите зарубежный кинематограф? Без ума от захватывающих триллеров «Леденящая кровь»? Не знаете, какой фильм выбрать для просмотра на этой неделе? Тогда советуем взять вам на вооружение нашу рекомендацию С 25 января на российских экранах встречается загадочный криминальный фильм «Девушка в тумане» Главный герой – психиатр Августу Флорес – человек с ненормированным рабочим днем Холодной зимней ночью его срочно вызывают на работу, чтобы обследовать инспектора Фогеля, который попал в аварию Пострадавший ничего не помнит о происшествии Улик на месте не найдено, но рубашка Фогеля запятнана в свежей крови И эта кровь принадлежит кому-то неизвестному С этого момента начинает восстанавливаться цепь невероятных событий Которые происходили месяц назад Вдруг зритель узнает, что инспектор запутан в другом таинственном деле В затерянном городке в Альпах он расследует криминальную загадку о пропаже 16-летней девушки Ни тело жертвы, ни следов насилия, ни показаний свидетелей Все улики как будто испарились Вы заинтригованы? Тогда самое время бронировать билеты и отправляться в кино Еще одна новость из сферы кинематографа В сети появился новый трейлер одного из самых ожидаемых фильмов года Том Райдер Лара Крофт, главную роль в котором исполнила Алисия Викандер По сюжету Лара Крофт дочь искателя приключений Который пропал без вести, когда она была подростком Она живет в восточном Лондоне, работает курьером А ее заработка едва хватает на самые необходимые нужды Еду, оплату жилья и колледжа Лара отказывается возглавить империю отца И продолжает верить, что он жив, и она сможет его найти 21-летняя девушка отправляется самостоятельно распутывать обстоятельства Его таинственной пропажи Лара Крофт хочет завершить археологическое исследование отца И раскрыть секреты загадочного острова Но она не знает, что на другой части планеты Ее ждет настоящая борьба за выживание И девушке придется применить всю силу, ловкость и сноровку А также не раз воспользоваться оружием Немного занимательных фактов Исполнительница главной роли актриса Алисия Викандер В детстве была поклонницей знаменитой игры Том Райдер Кстати, на роль Лара Крофт также претендовали Дейзи Ридли, Эмилия Кларк, Сирша Ронан и Кара Делевин Это ты и держишь палец на курке? Не с той семьей ты связался Когда можно будет отправиться в кинотеатры для просмотра увлекательного боевика? Ждать осталось не так долго Премьера в России состоится 15 марта На прошлой неделе мы уже рассказывали вам, что совсем скоро Марго Робби и Леонардо Ди Каприо могут встретиться на съемочной площадке вновь А все благодаря новому проекту Квентина Тарантино Режиссер задумал фильм, основой которого станет жизнь серийного убийцы Чарльза Мэнсона Ди Каприо уготовлена главная роль А Робби должна сыграть беременную жену режиссера Романа Полански Актрису Шерри Тейт она стала одной из жертв Мэнсона и его криминальной группировки Сотрудничество с самим Квентином Тарантино это счастливый билет в Голливуд для любой актрисы Марго Робби не исключение Правда есть одно но Супруг актрисы молодой режиссер Том Аккерли категорически против того, чтобы его супруга снималась вместе с Леонардо Ди Каприо Еще со съемок картины «Волк с Уолл-стрит» Аккерли уверен, что голливудский актер неравнодушен к Робби Кстати, известно, что один из самых завидных холостяков Голливуда предпочитает стройных и миловидных блондинок Так что переживания Тома Аккерли вполне объяснимы Марго Робби отлично подходит под это описание На сегодня у меня все Вы смотрели Breaking News, программу, которая оперативно рассказывает о самых важных и интересных событиях из мира кино, мод и шо-бизнеса и знаменитостей Не забывайте, что новые выпуски выходят два раза в неделю, в понедельник и в среду в 18.00 С вами был я, Вел Никольский Пока!